О защите персональных данных в интернете рассказали ученикам 10 класса школы номер один. Занятие прошло в рамках акции «Урок цифры». Как не стать жертвой взлома и предотвратить слив информации, узнала моя коллега Наталья Кислякова. На сегодняшний день проблема взлома аккаунта в социальных сетях как никогда актуальна. С этим столкнулись ученицы 10 класса. Илону Шарапову взломал ее же одноклассник и начал массовую рассылку сообщений с конфиденциальной информацией. На тот момент Илона решила проблему самостоятельно и предприняла ряд мер защиты своих данных. Нужно, во-первых, не ставить свою фамилию к паролю, если бы дать рождение. Во-вторых, нужно, наверное, нигде не кричать в этих паролях и менять их, потому что это, наверное, единственный выход из ситуации. Ну, реально, это неприятно, когда о тебе знает вся школа каких-то их секретов. Впрочем, частая смена паролей не помогла и Екатерине Бобрюшовой. Школьницу взламывали не раз. Меня взламывали во всех моих соцсетях. Я очень не хотела создавать новую страницу, поэтому каждый раз меняла пароли. Но это было очень сложно и долго там. Иногда размораживали в течение нескольких дней даже. Было очень сложно жить без соцсетей. Только благодаря системе оповещения о взломе почты узнал Ян Лукин. Он мгновенно сменил пароль и данные. Ян признается, урок цифры очень полезен для защиты своей же информации. Есть же люди, которые не знают этого. Мы… И даже если кто-то это знает, все равно повторить стоит. Ведь повторением отечения, как говорится, старая поговорка. На уроке цифры ребятам рассказали о том, как защитить конфиденциальную информацию. Показали ролик от создателей знаменитого антивируса «Касперский», а также предложили пройти тест, который покажет, насколько хорошо школьники могут защитить свои данные. Детям удалось рассказать, я надеюсь, донести о том, что даже находясь в Немецком округе вопрос информационной безопасности, он остается очень серьезным и важным. Мы обсудили, как можно защитить их данные, как на перспективу защищаются большие данные. Ребятам рассказало то, что действительно очень перспективная профессия именно в IT. Ну и по сути поговорили даже о таких практических вещах. Я хочу, что ребята занимаются тестом, который показывает, как работать в интернете, как работать в соцсетях, как на безопасности свои данные. Добавлю, в Немецком округе профессия IT-специалиста очень востребована. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Спасибо. Спасибо. Спасибо.